Сергей Вильчинский, медиагруппа «Звезда». Михаил Михайлович, с очередной победой. Сегодня нас мало. Начну с околофутбольного вопроса, хотя не очень их люблю. Белая форма сегодня чем объясниться может? Мы очень много матчей играли в белой форме, поэтому они стали менять эту традицию. То, что на выезде обыграли в зеленый, домашний белый. Поэтому здесь не стали ничего менять. Принято. Тройная замена на 60-е минуты до начала игры запланирована была или все-таки по ходу? Она была запланирована. Вопрос временного отрезка. Когда мы хотели это сделать, мы понимали, что... Я уже неоднократно говорю, повторяюсь, наверное, чтобы взвинчивать темп, проводятся определенные изменения по ходу матча. Эти игроки, которые выходят, они в принципе что в прошлой игре, что в отдельных матчах и сегодня в принципе делают результативные действия и приносят команде успех, что произошло и сегодня. Спасибо. Еще вопросы? Михаил Михайлович, Тикнезяна заменили. Вот и очень интересная вообще ситуация с игроками стала. Соответственно, там получается у нас Митай, Фасон, соответственно, Кузьмичев и Смольников. Они хотя бы раз на тренировках играли в таком варианте двусторонку или это все-таки экспромт был полный? Нет, никакого экспромта нет. Они в тренировочном занятии проводят в разных сочетаниях. Понятно, что когда мы готовимся уже непосредственно к игре, это плюс-минус ближе к составу, который наиболее оптимальное сочетание. До предыгрового дня сочетания могут быть разные, поэтому мы и говорим об этой конкуренции. Но что касается данных игроков, во-первых, желтые карточки были у Максима и у Тики, у Наира, поэтому мы приняли решение их поменять. С одной стороны, были запланированы немножко другие виды изменений. Мы хотели дать сыграть и условному Костю Марадишвили, и Даню Куликову, и Ваню Игнатьеву, чтобы они тоже игровой тонус чувствовали, но, к сожалению, вот эти желтые карточки, они тоже заставляют диктовать определенные изменения. Ну и, естественно, хотели дать возможность после длительного отсутствия фасона, после травмы, дать ему возможность почувствовать вкус игры, поэтому приняли решение его выпустить. То же самое Игорь Смольникова, который, в принципе, против своей бывшей команды и в завершающем отрезке, чтобы он принял участие в этой игре. Спасибо за развертанный ответ. И последнее, коротко, по отпуску и межсезонью. Планируете сколько отдыхать и куда на сборы? Сборы пройдут в Москве, все сборы пройдут в Москве, в Баковке. Расписание контрольных матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. Ну и, опять же, с учетом ситуаций, которые есть, выезжать не предполагается куда-то возможным. Сейчас где-то очень жарко, да, где раньше всегда проводили сборы, сейчас нецелесообразно, поэтому работаем здесь. Предстоит отпуск у нашей команды 18-го числа. Медкомиссия 19-го стартует сбор. Понятно, что игроки, которые вызваны в национальной сборной, свои им предоставится немножко больше дней отдыха. Если есть вопрос, да. Комотив выиграл весеннюю часть сезона. Отличный результат. Как считаете, есть ли шансы так же здорово провести следующий сезон и побороться с «Зенитом»? Я сейчас ребятам в раздевалке сказал, к сожалению, да, что за определенный отрезок времени кубки и медали не дают, да, но то, что мы провели этот отрезок достойно, я считаю, да, и в той ситуации, где клуб находился, я думаю, что ребята большие молодцы. Это их усилия, старания, это работа, которая была проделана, они заслуживают уважения. То, что мы показали и доказали, и доказываем, что мы конкурентоспособны. Что касается следующего сезона, я уже отвечал на этот вопрос, что от многих факторов это будет зависеть. От подготовки нашей, как мы будем готовы, функционально, ментально, в игровом плане, но, естественно, определенные позиции, насколько мы точечно усилимся, те игроки, которые нас сделают, дадут нам шаг вперед в своем развитии, вот от этого будем отталкиваться.